Здравствуйте, господа! Это программа Револьвер на Финам. Финам. Я Никита Кричевский. Категорически приветствую вас. Что хотите, делайте, но не дает мне покоя тема девальвации российской национальной валюты, нашего дорогого рубля. Мы говорили об этом неделю назад. Мы продолжали следить за курсом все прошедшие дни. Сегодня рубль укрепился достаточно серьезно. На 16 копеек это приблизительно половина процента. Тем не менее, большое, как правило, познается в динамике. И вот что я скажу вам, дорогие мои. На выходных я посмотрел, как вели себя национальные валюты стран, которые нам ставили в антипример, где девальвация шла единым маршем вместе с нашим рублем. Так вот, я вам скажу, что когда нам говорили о Южной Корее, о Малайзии, об Индонезии, даже о Турции, это было правда. Но это было правда на конец января этого года. То есть это было приблизительно 2-2,5 недели назад. Что по состоянию на 15 февраля? На 15 февраля, вы не поверите, Южнокорейская ООНа, в моменте проседавшая на 2,3 процента, здесь и далее я говорю к доллару, к 15 февраля практически восстановилась, как, кстати, и турецкая лира. Малайзийский рингит в конце января, также испытывавший сложности, он проседал приблизительно на 1,5 процента, на середину месяца также достиг предкризисных рубежей. Индонезийская рупия, там провал был практически 3 процента, на сегодня не только восстановился, но даже укрепился. О чем разговор? Разговор о том, что те предпосылки, о которых нам рассказывали на всю вторую половину января и начало февраля, исчезли. Исчезли. Так что же получилось? И вот здесь, как нельзя кстати, пришлась большая пресс-конференция председателя Центробанка госпожины Биулина, которая прошла в минувшую пятницу. Должен сказать, что видео впечатление от выступления госпожины Биулиной было тягостным. Почему? Потому что Эльвира Сахибзадовна практически всю пресс-конференцию, почти не отрываясь от бумажки, и зачитывала заявление по итогам заседания Совета директоров. Ну, раз она зачитывала, значит, сам Бог велел посмотреть на цитаты. Но прежде я вам должен сказать, что подобные события в других странах, например, выступления главы ФРС США, главы Европейского Центробанка, руководители банков Англии или Японии, несмотря на то, что это обычная, рутинная практика, привлекают всеобщее внимание по одной простой причине. Главы этих структур по факту являются вторыми людьми в национальных экономиках. То есть формально они, может быть, вторыми людьми не являются, но по сути, значительно, если не в определяющей степени, как, например, в случае с США, они воздействуют на погоду, на настроение на различных рынках, и от того, какими полутонами они будут обрамлять свои высказывания и свои тезисы, в значительной степени зависит, будет ли рынок по-прежнему сонно зарабатывать нетрудоводчий стаган, либо же кардинально развернет свои паруса. Что касается России, то, я думаю, не будет большим секретом сказать, что политику и в экономике, и в частности в финансах, я уже не говорю о ситуации в Центробанке, у нас определяется не в Минфине, не в ЦБ, а, как мне представляется, в Кремле. И от этого выступления, что госпожа Небиулина, что руководители Минфина или Минэкономразвития являются, конечно же, важными, но являются отражением или, по-мудрому, нарративом, пересказом того, что было не публично решено до этого. А все публичные слова являются не более чем скорлупкой, внутри которой, как правило, находится дурно пахнущий финансово-экономический плод. Так вот, к цитатам. Что, по мнению госпожины Небиулиной, является основными факторами, которые влияют на динамику нашего рубля? Цитирую. На курсовую динамику в 2014 году, помимо внутренних факторов, связанных с темпом роста российской экономики, на наш взгляд, будут влиять следующие разнородные факторы. Первое. Политика ФРС и ЕЦБ. Второе. Темпа экономического роста и риски в финансовом секторе Китая. Третье. Ребалансировка портфелей инвесторами. Четвертое. Конъюнктура мировых товарных рынков. Конец цитаты. Итак, ФРС и ЕЦБ – это первый фактор. Второе. Китай. Я не зря говорил о том, что риски в финансовом секторе Китая велики. Не зря же бешенными темпами развивается кредитование. Свободную ликвидность нужно куда-то девать. Третье. Ребалансировка портфеля инвесторами. Это очень интересный момент. И я так полагаю, безымянные авторы просто огульно вставили его в текст заявления. Почему? Потому что ребалансировка портфеля вообще-то относится не к валютному, а к фондовому рынку. Если же кто-то возразит, что ребалансировка портфеля инвесторами относится и к валютному рынку тоже, потому что инвесторы вкладываются в том числе и в валютные активы, то тогда мы имеем дело с динамической ребалансировкой, то есть сиюминутной. По обстановке, по обстоятельствам. Но никакой долгосрочной стратегии в этом случае нет. Как правило, ребалансировка происходит на фиксированную дату. Ну, скажем, раз в квартал, либо же раз в год. Ну и, конечно, четвертое. Конъюнктура мировых товарных рынков. ФРС и ЕЦБ отыграны. О Китае всем известно. И то, что азиатские валюты восстановились, тоже является свидетельством того, что все новости уже переварены. Конъюнктура мировых товарных рынков в данном случае к делу не относится, потому что нефть стоит как вкопанная. Да и, собственно, предварительные результаты по экспорту российского сырья в январе этого года говорят о том, что и там все хорошо. Наконец, чтобы уж совсем быть институционально подкрепленным, я вам скажу, что вы, наверное, слышали, на прошлой неделе было объявлено, что федеральный бюджет в январе был сверстан с профицитом, то есть с превышением доходов, расходами. Аж на 9,3% не к доходам, а к ВВП. То есть без малого на 10 триллионов рублей собрали больше, чем планировали, если сопоставлять с расходами. Так вот, что остается? Остаются те самые инвесторы, которые, как сказала госпожа Набиулина, ребалансировали свои портфели. И возникает вопрос, а кто эти инвесторы, господа? Если мы говорим об иностранных спекулянтах типа Сороса с Баффетом, то мы все понимаем, что спекулятивные атаки по определению не бывают долгосрочными. Они как набеги бандитов, как набеги тех самых гастролеров, которые аки монголо-татарской иго сегодня прибежали, сняли свою дань и завтра растворились в поле. Спекулянты надолго не задерживаются. Они снимают пенки и убегают. Если мы говорим о тех небольших коммерческих банках, которые спекулируют, а по сути рискуют деньгами инвесторы, вкладчиков, инвесторов в данном случае уже в эти маленькие банки, то здесь все понятно. Эти вещи также долгими не бывают, да и объемы этих спекулятивных операций крайне не высоки. Остаются те самые монстры. И прежде всего это главный сберегательный банк страны, который оказывает непосредственное влияние на курс. Так вот смотрите. ФРС, ЕЦБ фактор отыгранный. Второй момент это Китай, он тоже всем известен и тоже все уже приспособились. Товарные рынки пока стоят ровно. Остаются те самые инвесторы. Плюс ко всему у нас никаких кардинальных изменений в экономике, которые могли бы существенно повлиять на значительный провал курса рубля за прошедшие полтора месяца не случилось. Так почему же курс упал с 32-66 на конец года до 35 рублей 10 копеек на сегодняшний день? У меня иного ответа, кроме как плохо скрываемые спекуляции, как мне и представляется, с существенной помощью Центрального банка нет. Вот что хотите, то и делайте. У меня есть свой вариант ответа, почему же тем не менее все это произошло. Но я его приберегу на вторую часть программы, потому что вторая часть, а точнее вторая тема обозначена как проблемы поиздержавшегося олигархата после окончания Олимпийских игр в Сочи. Еще один момент, связанный с заявлением по итогам заседания Совета директоров ЦБ, которое случилось в прошедшую пятницу. Второй серьезный, ключевой аспект, на котором остановился Набиулина, была, как обычно, инфляция. При этом все мы понимаем, что инфляция в России носит преимущественно не денежный, как нас учат монетаристы и как мне представляется, что называется, с молоком институтских преподавателей впитала свой интеллект госпожа Набиулина, а, я бы сказал, коррупционно-монополистический характер. То есть не денежный, а внеэкономический характер носят в стране инфляции. И опять же, ее показатели, а точнее направление, тенденции инфляции на этот год закладываются не в Центробанке, не в Минфине и даже не в Минэкономразвитии, где нынче заседает бывший первый зампредседатель ЦБ господин Улюкаев, а все в том же Кремле. Потому что именно Кремль, как водится, контролирует ключевых естественных монополистов в нашей стране. Тем не менее, смотрите, я вновь цитирую, что говорит председатель Центробанка по поводу инфляции. «Наблюдаемые тенденции в российской мировой экономике свидетельствуют о наличии предпосылок к постепенному замедлению инфляции в России». То есть, вроде бы все неплохо, если сама глава ЦБ говорит нам о том, что инфляция в России будет замедляться. Но тут же, буквально через несколько слов, она продолжает. Вновь цитата. «Вместе с тем существуют высокие риски превышения цели по инфляции. Они связаны с так называемыми вторичными эффектами временного роста цен на отдельные товары и обосценения рубля, а также с динамикой инфляционных ожиданий». Посмотрите, с одной стороны, мы имеем дело с тем, что у нас есть предпосылки к постепенному замедлению инфляции, а с другой стороны, вместе с тем существуют высокие риски превышения цели по инфляции. То есть, как бы там ни было, при любом развитии ситуации, глава ЦБ, в своем прогнозе, как мы с вами понимаем, не ошибется. Тем не менее, ЦБ на чеку полон решимости применить самые действенные меры в отношении обоснования инфляции, если вдруг она будет превышать указанные нормативы. Каким образом? Вновь цитата. Это последнее, больше вас грузить не буду. Если проинфляционные факторы начнут оказывать влияние на цены широкого набора товаров и услуг, и на ожидание населения, мы готовы ужесточить денежно-кредитную политику. Вот это очень интересный момент. Ужесточение денежно-кредитной политики, то есть то, что может предпринять ЦБ. Представляется, что два основных инструмента в руках ЦБ именуются очень просто. Инструмент первый — это ужесточение, точнее, повышение ключевой ставки Банка России, по которой коммерческие банки получают ликвидность. Я напомню, что эта ставка составляет в настоящее время 5,5% годовых. То есть она будет не 5,5%, а, скажем, 6-6,5 или 6,75, а то и 8, что непринципиально в данном случае. Почему непринципиально? Потому что в любом случае банкиры и предприниматели завоют вследствие увеличения процентов уже по коммерческим кредитам, что будет негативно отражаться на конечной стоимости продукции и ни в коей степени не будет способствовать снижению инфляции. Это первый момент. И второй инструмент, которым может ЦБ воспользоваться, это сжатие денежной массы. И если в первом случае у нас на стенку полезут банкиры с коммерсантами, то во втором случае мы все. Почему? Потому что, во-первых, мы столкнемся с относительными задержками зарплаты пенсии. Во-вторых, мы увидим, что сокращаются государственные инвест-программы. И, наконец, третье, это тот самый экономический рост, который сегодня у нас составляет чуть более процента, а в случае ужесточения денежной массы и невозможности кредитовать, прежде всего, государственный сектор, то есть вкладывать государственные бюджетные средства, последние движущие ремни экономического роста потеряются. Таким образом, если уж говорить об инструментарии, о реальном инструментарии, который сегодня действует в руках ЦБ, то инструментов-то, по сути, действенных инструментов в руках ЦБ-то как раз и нет. Тем не менее, надувать щеки, ребалансируя воздух за ними, мы все умеем в совершенстве. Впрочем, так же, как ребалансировать портфели в руках бюрократов. Телефон в студии 6510-99,6, 6510-99,6. Я принимаю ваши звонки. Вопрос о реальной причине, как мне представляется реальной причине столь высокого курса, который, по моим представлениям, должен нынче составлять 33 рубля с хвостиком. Ну, хорошо, около 34 рубля, не более. Мы оставим на вторую часть программы, она начнется менее чем через 7 минут. Пока, Сергей. Алло. Алло. Да, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас тоже достаточно давно уже слушаю. Кстати, мы родились в один день, только я на год послал, что вы понимаете, какое интересное число. Здорово, поздравляю. Программу я сначала слушаю. Как бы я согласен с вами полностью, что про что вы говорите, сколько должен стоить, только должен быть. Потому что у нас есть некоторые нюансы политические и, соответственно, спортивные. Да. Это как обычно. Да. Хотел просто задать вам простой крестьянский вопрос. Пожалуйста. Имея 600 рублей, стоит ли сейчас перекладываться или не стоит? Вот, скажем так. Нет, не стоит. Но это не значит, что не стоит этого делать никогда. Пока, скажем так, до конца февраля не надо. Вот я примерно то же самое думаю, потому что наблюдаю и в Твиттере, смотрю вашего. Ну, а дальше, Сергей, а дальше давайте созвонимся через пару-тройку недель, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Потому что смотрите еще раз, спасибо вам большое за звонок, смотрите еще раз. Первое. Внешние факторы отыграны. ФРС, ЕЦБ, на которые нам кивали, были в середине января, они уже ушли. Они ушли месяц назад. Ну, хорошо, три недели назад. Ну, никак они сегодня еще не играют. Второе. А Китай тоже все в курсе. Третье. Все валюты, по которым велась атака спекулянтов, она, как я уже сказал, по определению бывает краткосрочная, нынче закончились. И те валюты, которые проседали нынче, не только восстановились, но некоторые, как, например, малазийская валюта, даже укрепились. Я уже не говорю о турецкой лире. Наконец, ребалансировка портфеля инвесторов, если действительно и была в мировом масштабе, то она тем более прошла. И прошла уже тоже, как минимум, две-то недели назад точно. А рубль у нас, несмотря на то, что все остальные валюты, здесь Казахстан нам не указ, потому что девальвация в Казахстане произошла волевым решением правительства и Центробанка Казахстана. Это не рыночный итог. Так вот, ничто не свидетельствует о том, что у нас по-прежнему должен быть столь высокий уровень. Более того, те предварительные результаты российской экономики, которые она показала в январе этого года, говорят нам о том, что ничего страшного не происходит. Более того, если брать бюджет, если брать его доходную часть, то там, наоборот, все хорошо. 9,3% превышения доходов над расходами, если брать сопоставление с ВВП. Это что, господа хорошие? Елена. Добрый вечер. Здрасте. Никита Александрович, я знаю, что вы очень хороший специалист в области экономики. А подскажите, пожалуйста, по окончании Олимпиады будут ли у нас продолжаться стекулятивные операции на валютном рынке или это процессы не взаимосвязывания? Лена, это очень интересный вопрос и очень непростой вопрос. У нас остается меньше четырех минут до перерыва. И после Олимпийских событий я хотел бы приберечь для более обстоятельного разговора. Поэтому, если у вас есть возможность, если вы сможете слушать нас через несколько минут, оставайтесь и, возможно, мы сможем ответить на этот вопрос. Но, с другой стороны, мы можем говорить только о тенденциях, мы не можем говорить о событиях, мы не Нострадамус, не пророки и не Оракулы. Это другие люди и другие программы. Понятно. Спасибо вам, Никита Александрович. Обязательно послушайте. Глена, обязательно слушайте и с удовольствием звоните. 6 5 10 99 и 6 6 5 10 99 и 6. Код города 4 9 5. Возможно, моя аргументация кому-то покажется спорной. Возможно, кто-то посчитает, что есть другие причины, которые позволяют рублю находиться в столь низкой на сегодняшний день позиции, как более чем 35 рублей 10 копеек на сегодняшний день. Еще раз 65 10 99 и 6. 65 10 99 и 6. Вчера, кстати говоря, Сергей, вот видите, позвонил, он читает то, что я пишу в Твиттере и, скорее всего, в Фейсбуке. Так вот, вчера я уже сказал о том, что по моим представлениям рубль должен укрепляться хотя бы для сохранения центробанковского лица. Потому что сколько можно вешать людям лапшу на уши, чем очень активно, вы не поверите, занимается государственный канал Россия 24. Я вижу звонки. Подождите, виночку. Это очень важно то, что я скажу. На прошлой неделе, вы не поверите, я случайно, абсолютно случайно. Уже после 11 часов, включил телевизор на Россия 24, увидел потрясающий просто фильм, потрясающий фильм о том, что мировые спекулянты, после того, как ФРС объявила о сокращении количественного смягчения, о сокращении показателей количественного смягчения, решили, что хватит им играться и поддерживать развивающиеся рынки. Самим, мол, нынче не хватает, поэтому они собирают свои деньги с рынков развивающихся стран и тащат все обратно в свою норку. И только объединившись, говорил ведущий, развивающиеся экономики, развивающиеся страны могут противостоять той тенденции, тому влиянию спекулятивного, прежде всего, американского капитала на развивающиеся рынки. Иными словами, в том, что происходит сегодня в России, конечно же, виновата ФРС, конечно же, виноваты мировые спекулянты, отчасти, конечно, Китай, потому что там тоже проблемы. Ну, никак не мы, ну, никак не мы, потому что у нас-то, у нас-то все нормально, мы белые и пушистые. То, что мы пятая экономика мира, а ведь это факт, то, что мы пятая экономика мира, там почему-то ничего не говорилось. То, что мы вдруг ни с того ни с сего, будучи пятой экономикой мира, обладая полутриллионными в долларах резервами, вдруг неизлечимо и неизбежно простудились от малейшей спекулятивной инфекции, кое поразило в конце января мировые валютные рынки, тоже ничего не говорилось. Никто не говорит, что нужно было выбрасывать деньги на ветер и десятки миллиардов долларов в день тратить для того, чтобы удовлетворить, насытить спекулянтов. Нет. Ну, мы могли быть, что называется, в тренде, ведь я же вам говорил, процент падения в развивающихся экономике был от полутора до тревога. Можете себе представить, что это значит для России? Считайте, а у нас перерыв. И еще раз здравствуйте, господа, программа «Револьвер» на финал FM Никита Крючевский. Мы продолжаем наш разговор. В первой части нашей программы мы говорили о том, что никаких видимых объективных, да что там субъективных причин, если брать макроэкономику для того, чтобы рубль ослаб более чем до 35 рублей по отношению к доллару, в настоящее время нет. Мы говорили о том, что информация от ФРС и ЕЦБ отыграна. Мы говорили о том, что все уже свыклись с мыслью о том, что у Китая есть определенные проблемы. Кстати говоря, экспорт китайской продукции в январе этого года поразительно, но вырос, и причем вырос чуть ли не на 10%. Наконец, мы говорили о том, что мировые товарные рынки не подают никаких признаков волатильности. И, конечно же, мы упоминали, что ситуация в российской экономике по итогам января этого года не то, чтобы осталась на прежних рубежах. Но если брать в расчет федеральный бюджет, то профицит бюджета по январю составил 9,3% к ВВП. Это я к чему? Это я к тому, что остается только одна причина столь серьезной девальвации российской национальной валюты. ИЦБ ее, безусловно, знает более того. Как мне представляет, ИЦБ сам принимал непосредственное участие в ослаблении рубля. Но об этом более подробно мы говорили неделю назад. Тот, кто заинтересуется, может посмотреть запись той программы, послушать, почитать. Что называется, из первых рук узнать о ситуации вокруг аукционов РИПО, которые проходили 14, 21, 28 января и 4 февраля. Очень интересные были, кстати говоря, сведения, которые также навевали нас на грустные размышления. Прежде чем перейдем ко второй теме, а именно издержки олигархата после Сочинской Олимпиады, это мне представляется главным объяснением того, что происходит сегодня на российском валютном рынке. Возьмем два звонка и побежим дальше. Денис. Алло. Да. Добрый день. Добрый день. Сначала я слушал передачу, но вы повторили. Вопрос следующий. Если все макроэкономические показатели отыграны, как вы сказали, я согласен, может ли такой фактор вызвать повышение и волатильность на рынке валюты? Потому что у меня торговый счет в системе на фьючерсах, я так смотрю за курсами. И иногда очень меня наталкивает подозрение на то, что при малых объемах очень большая волатильность, она может сформироваться за счет стокулятивных операций, как вы сказали. И, соответственно, то, что там ЦБ играет, это понятно. А вот мог ли такой фактор повлиять, как необходимость увеличения, во-первых, выручки от продаж на Олимпиаде каких-то там услуг, да, потому что чем, ну, рубль слабее, да, тем больше выручка будет наших, скажем так, поставщиков, провайдеров услуг, потому что, скорее всего, там пересчитывается все в евро и в долларах. Нет, ну ладно. И второй момент, вот, единственное, все-таки вывод денег от этих непонятных инвесторов Сочинской Олимпиады надо же выводить именно сейчас, пока не запретили, скажем так, и не закрыли административным ресурсом Кран, поэтому... Понятно, понятно, понятно. Денис, спасибо, спасибо вам большое. Спасибо вам большое, ответы и на первый, на второй ваши вопросы, которые вас мучают. Опять же, в форме моего субъективного мнения вам будут представлены чуть позже. Давайте возьмем еще один звоночек. Марта на проводе, а после этого перейдем, собственно, к размышлениям по поводу некоторых событий после окончания, после завершения Олимпийских игр в Сочи. Марта, здравствуйте. Здравствуйте, Никита Александрович. Здравствуйте. Я сначала хотела вас поблагодарить за программу, спасибо вам огромное, всегда с удовольствием вас слушаю. Спасибо большое, Марта. И вопрос у меня такой, вот скажите, сейчас идет такой интересный процесс, как смена глав руководителей ряда московских районов, в смысле подмосковных, извините. Вот я, например, я живу в Одинцово, и у нас руководитель, ну, он лет 20, наверное, работал, и вот недавно его заменили. Вот скажите, это как-то связано с экономикой или это чисто политическое решение? Очень интересный вопрос. Спасибо большое, Марта. Звоните, слушайте. Он, конечно же, не по теме нашей сегодняшней беседы, но я не могу не ответить, поскольку... Своего слушателя нужно уважать. Марта, дорогая, я более-менее представляю себе ситуацию в Одинцовском районе. Я знаю, что это, конечно, один из наиболее богатых, если не самый богатый, муниципальный район Подмосковья. Ну, хотя бы потому, что земли там наиболее дорогие, если брать все Подмосковье в целом. Ну, с ним может сравниться разве что Красногорский муниципальный район. На Одинцовском, мне кажется, все равно покруче, потому что хотя бы Рублевка находится на территории Одинцовского района. Да, действительно, там, я сейчас не помню, по-моему, товарищ Гладышев сидел порядка 20 лет. Ну, точно, Гладышев. Порядка 20 лет сидел. И новая метла по-новому метет. Я так понимаю, что господин Воробьев, после того, как занял законно избранный полк, оправдал доверие народа и занял полк губернатора Подмосковья, я так понял, что он начал проводить свою кадровую политику на уровне муниципалитетов. Я не могу сказать, каков будет сменщик господина Гладышева. Я его не знаю. Достаточно молодой человек. Одно могу сказать точно. Результаты работы Одинцовского района, результаты экономики Одинцовского района были, в общем и целом, положительные, позитивные. Более того, мне нравится, как Гладышев развернул индивидуальное жилищное строительство в Одинцовском районе. Я беру конкретно городской округ Одинцов. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что некоторое время назад господин Гладышев с товарищем начали раздавать активно застройщикам землю под коттеджи таунхауса. Они в черте города Одинцова. И я не знаю деталей и знать не хочу, честно говоря. Я в данной ситуации, я служу как макроэкономист, я вам должен сказать, что господин Гладышев убил сразу двух зайцев. Эти два зайца называются два источника. Единственные практически два источника поступления средств в муниципальный бюджет. Первый это земельный налог. Ну, понятно, он же людям раздал землю. И второй источник это налог на имущество физических лиц. То есть на те самые коттеджи, которые, как мы с вами понимали и понимаем, оцениваются далеко не по стоимости БТИ. Ну, оценивались не только и не столько по стоимости БТИ, сколько по несколько более серьезным деньгам. Тем самым прежнее руководство Одинцовского района, конечно же, обеспечило доходную часть местного бюджета. И они молодцы. Но что меня выразило в истории со сменой руководства, это то, что это преподносится как некое новое политическое веяние. И здесь я с удивлением заметил на многочисленных фотографиях нового главы Одинцовского района. Рядом с ним одного из вице-премьеров подмосковного правительства, господина Ленинского. Андрей Ленинский есть такой. Насколько я помню, это вице-премьер. Человек, который вроде как является серым кардиналом из моего личного общения с ним. Я делаю вывод, что это человек с явно завышенной самооценкой, человек с непомерными амбициями, человек с опломбой. Крайне категоричный. Я полагаю, что Андрей Ленинский еще сослужит свою плохую службу, еще подложит свинью Андрею Воробьеву во время его работы. Но это мое личное мнение, Марта. А что касается перспектив Одинцовской экономики, я должен сказать, что как мне и представляется, все будет хорошо, потому что Одинцов исторически сложившийся, самый практически богатый вокруг, тем более, что Одинцовский район граничит с Москвой. И я полагаю, что там все будет хорошо, поэтому за те моменты, которые касаются ваших финансовых отношений с муниципальными властями, вы можете не беспокоиться. Ну, давайте, времени остается не так много. Давайте перейдем к размышлениям, к моей собственной версии по поводу событий после Сочинской Олимпиады, которые, как мне представляется, и являются. Основной причиной столь резкого ослабления рубля, кое мы наблюдаем в настоящее время. И эти проблемы, кстати говоря, мешают укрепиться рубля до тех самых 34 плюс-минус рублей за 1 доллар, о которых мы говорили перед перерывом. Почему плюс-минус 34? Ну, потому что даже если мы прибавим 3% к тому курсу, с которым мы закончили в прошлый год, это как раз получится около 34. Из чего я делал вывод, что рубль, в общем-то, обязан укрепиться, хотя бы потому, что Центробанку России нужно сохранить свое лицо. Так вот, как мне представляется наиболее очевидной версией того, что сегодня происходит, это как раз Сочинская Олимпиада. Точнее, в финансировании и подготовке Сочи 2014 принимали участие практически все крупнейшие российские финансово-промышленные группы, причем не только госбанковскими, прежде всего, вебовскими, изберовскими, естественными деньгами, но и своими собственными средствами. Очевидно также, и на эту мысль меня натолкнул анализ последних высказываний статусных лиц, очевидно также, что после окончания Олимпиады, цитата, для честников будет очень тяжело отбивать деньги. Это сказал не случайный человек и независимый аналитик, это сказал пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова. Я влагаю, что вряд ли ВЭП и другие крупнейшие банки пойдут на реструктуризацию или отсрочку по Олимпийским кредитам. Поэтому мне представляется, что девальвация, призванная частично покрыть олигархические затраты, основные суммы по издержавшейся, как сказал Песков, частники будут возвращать за счет. Опять Песков успешного менеджмента. О чем речь? Речь о том, что по издержавшейся частники, которые уже сегодня начали по всем каналам, и здесь снова Россия-24, в ней конкуренция, я предполагаю за оплату проводить политику от срочки и шагов навстречу со стороны государства, ведь они столько сделали для Олимпиады, скорее всего, уйдут несловно хлебавшие. И вот та самая девальвация, это на сегодняшний день самый большой подарок, который может сделать для них государство. Но, правда, подарок, который государство делает за все. Да. Наконец, последнее. Сегодня ни в ЦБ, ни в Минфине, ни в Кремле ни один человек, находящийся в здравом уме и трезвой памяти, не скажет вам, каким будет Косболуэр. Не то, что по концу года, а даже через несколько месяцев, никому не видит. Револьвер на Финал ФМ Никита Кричевский. До встречи через неделю.